Ошибки гипотетического силогизма. Сегодня мы разберем формальные ошибки, которые свойственны этому гипотетическому силогизму. Тема кажется сложной, на самом деле она не такая сложная, но очень важная. Начнем с простого примера. Мы знаем, что сейчас ВИП, ОРВИ и так далее у всех на слуху, поэтому пример связан с ними. Представьте себе, что у нас есть человек, который говорит, что он знает, как можно излечиться от гриппа. Он утверждает следующую теорию. Если есть картошка в течение двух недель, то человек, заболевший гриппом, поправится. Представим себе, что Сабина решила принять участие в этом эксперименте. После того, как Сабина почувствовала недомогание, она в течение двух недель ела картошку. Спустя этот период она полностью выздоровела. Скажите, возможно ли такое? Вообще-то, скорее всего, да. Мы представляем, что человек, который заболел гриппом, скорее всего, через две недели выздоровел. Вопрос в другом. Поможет ли ему в этом картошка? Чтобы понять, и, наверное, каждый человек, который более-менее как-то представляет всю жизнь, думает, что картошка в этом, ну, гриппе, в лечении гриппа не поможет, ну, и не навредит. Она просто... Просто любой человек, который будет две недели болеть гриппом, он поправится. Потому что убедительно такой период цикла болезни. Но, смотрите, ведь аргумент выглядит довольно убедительным. У нас есть эмфирические данные. Сабина, которая чувствует недомогание, ест картошку, а потом выздоравливает. И у нас есть теория, которая объясняет это. Значит, что с этим быть и что здесь не так? Для того, чтобы понять, что здесь не так, нам потребуется снова обратиться к тому, как устроена логика. И мы уже на предыдущем занятии говорили, что у нас есть пропозициональная логика и категориальная. То есть категория – это мы смотрели простой категорический силогизм. Это когда мы смотрим взаимоотношения объемов понятий. Разные понятия. Ну, три понятия, одно общее. Мы смотрим, какой вывод можем из них сделать. В данном случае у нас другой раздел логики. Это раздел, который занимается логическими операторами. То есть дизюнкция, конъюнкция. В данном случае нас интересует импликация. Импликация на русском, ну, на русском языке будет звучать следующим образом. Если, дальше идет основание, то идет следствие. Если то. Мы часто используем эту форму. Если я пришел на кантемирусскую, то я прочту лекцию. В данном случае замечу, это не аргумент. Это просто, например, мое обещание. Или это какая-то регулярность. Аргументом это становится тогда, когда одна из частей этого утверждения подтверждается. Тогда мы можем сделать вывод. Посмотрим следующий пример. Представим, что на вечеринке к вам подходит один знакомый и начинает сплетничать про общих друзей. Он говорит, у Марины есть аллергия на апельсины. Если предложить апельсины, она от них будет отказываться. Сценарий один. Через некоторое время вы увидите, как Марина отказывается от предложенных апельсинов. Стоит ли верить слухам о том, что у Марины аллергия на апельсины? Здесь, смотрите, эта ситуация очень похожа на ситуацию с лечебной картошкой. Если у Марины есть аллергия, она будет отказываться от апельсинов. Она отказывается от апельсинов, следовательно, у Марии есть ли аллергия. Мы понимаем, что из-за того, что она отказалась от апельсинов, не следует, что у нее аллергия. Ведь она могла отказаться совсем по другой причине. Не потому, что у нее аллергия. То есть, смотрите, пока на уровне вот этих ситуаций мы видим, что у нас есть такие аргументы, когда две посылки являются истинными, а вывод мы не можем сделать. Теперь следующий пример. Представим себе другой сценарий. Ваш друг рассказал, что у Марины есть аллергия, и дальше вы видите, что Марина ест апельсины. При этом, ну, тут нужно говорить, что она не покрывается пятнами, что ее никто не заставляет есть. То есть, при нормальных условиях. Значит, если Марина ест апельсину, то вы точно можете сказать, что у нее нет аллергии. То есть, смотрите, мы в данном случае, аргумент выглядит, вот давайте, чтобы было понятней, посмотрим структуру этих аргументов. Значит, и, как нам говорит логика, структура такого рода аргументов имеет две формы правильных, логически правильных, то есть, из которых мы можем сделать вывод, и две формы, из которых мы не можем сделать вывод. Вот, как раз проблема с картошкой целебной была связана с тем, что мы делали вывод по... что этот аргумент был построен по невалидной форме аргумента. Называется это подтверждение следствия. Если А, то есть, если... Давайте возьмем... Ну, возьмем, например, с картошкой. Если вы болеете... Если вы будете... Если вы будете есть картошку, то через две недели вы выздоровеете. Вы выздоровели, следовательно, вы ели картошку. Может быть, отрицание основания. Если вы будете есть картошку, то вы выздоровеете. Вы не ели картошку, следовательно, вы не выздоровели. Тоже получается ерунда. Значит, потому что перед нами два неправильных, две неправильные формы аргумента. Зато мы можем сделать правильную форму аргумента. Давайте посмотрим с, примером, с Мариной. Если у Марины есть аллергия, она будет отказываться от апельсина. У Марины есть аллергия, мы, предположим, нам показываем справку. И вы точно можете сказать, что она будет отказываться от апельсина. Значит, это является правильной формой гипотетического силогизма. И в античность, в средние века придумали специальное название для правильных форм. Называется modus ponums. Вторая логически правильная форма этого аргумента, это отрицание следствия, называется modus tolums. Если А, то Б, не Б, следует мне А. Если Марина есть аллергия, она будет отказываться от апельсинов. Она не отказывается от апельсинов. Следовательно, у нее нет аллергии. Значит, вот такие структуры. Хорошо помнить, потому что часто мы можем попасться в этот капкан. Интуитивно кажется, что подтверждение следствия – это валидный аргумент. То есть, если у нас есть какая-то концепция, и она нам предсказывает какие-то следствия, дальше следствия подтверждается, нам кажется, что эта концепция правильная. Однако это не так. Значит, и здесь какие мы можем сделать практически выводы из этого? Конечно, можно запомнить, что modus tolums и modus ponens – это название для валидных форм аргумента. Однако, часто люди, ну, даже, можно сказать, даже я часто не могу быстро в реальной жизни сориентироваться, что является modus ponens, а что является modus tolums. А главное, употребление этих латинских выражений в обычном диалоге собеседника не убеждает ни в чем. Значит, что мы можем сделать? Какой мы можем другой сделать практически вывод? Мы можем сделать параллельный аргумент, показать, значит, и сделать контрафактический пример. Сейчас я поясню. Мы на самом деле это уже делали. Значит, первое, вам надо построить параллельный аргумент, ну, то есть, с такой же формальной структурой, но, может быть, описывающей более понятную ситуацию. Значит, вот, в принципе, что с картошкой, что с аллергиной апельсина – это были довольно понятные ситуации. И дальше нам надо представить себе такой факт, который при одновременном соблюдении истинности посылок делает невозможным истинность вывода. Ну, то есть, мы представили себе, что у Марина есть аллергия, и она будет отказываться от апельсинов. Она отказывается от апельсинов, отказывается от апельсинов. И нам надо придумать такой факт, который при том, что это все действительно так, у нее есть аллергия, и она отказывается от апельсинов, что мы можем себе представить какую-то другую ситуацию. То есть, например, она отказывается от апельсинов не потому, что у нее есть аллергия на это. Следовательно, перед нами тогда мы видим, что у нас есть, мы придумали такой факт, что она отказывается от апельсинов какой-то другой причине. Следовательно, вот весь этот аргумент, он не перекрывает другие возможности. Значит, поэтому вывод будет неверен. То есть, вывода не следует никакого. И другой пример, который делают ученые, как ученые пытаются работать с вот этой вот возможностью. То есть, смотрите, ведь это очень похоже. У нас есть какая-то теория, она подсказывает какие-то следствия. И если мы видим, что эти следствия похожи, ну, то есть, эти следствия имеют место быть, мы как бы должны сказать, что теория работает. Но на самом деле это не так. Поэтому в науке люди делают контрольную и экспериментальную группу. То есть, они, по сути дела, пытаются выявить вот этот контрфактический, ну, контрфакт. То есть, для этого вот перед нами картинка смешная. У нас есть, одни мыши говорят, что, видимо, у которых все нормально, они находятся в контрольной группе. А те мыши, у которых вот какие-то искры из глаз, они находятся в экспериментальной группе. То есть, что происходит? Одной группе дается какие-то лекарства, которые хотят тестироваться, а другой не дается. И смотрится, есть ли различия. Если различия, например, нету, то тогда мы можем сказать, это вот как в случае с картошкой. Мы могли бы взять одну группу людей, которые кормили бы картошкой, а другую группу кормили бы, ну, например, апельсинами. И если по итогу, по прошествии двух недель, и те, и те выздоровели, значит, дело не в картошке и не в апельсинах. Ну вот, на этом, если мы заканчиваем это видео, можно сказать следующее. Что мы прошли аргументы, в основе которых лежит логический оператор импликации. И эти такого рода аргументы имеют две правильные формы. Это подтверждение основания и отрицание следствия. И две неправильные формы. Это подтверждение следствия и отрицание условия. Мы их можем назвать как ошибки подтверждения следствия и отрицание условий. Надеюсь, это видео было полезно.